Сейчас опять, как видим, активизировалась тема сбитого Боинга. Опять буквально сегодня появилось сообщение о том, что группа родственников, погибших в этой катастрофе, по-моему 18 человек, они подали иск конкретно против Гиркина-Стрелкова за возмещение ущерба материального за своих погибших родственников в сумме за 100 миллионов долларов. То есть подали иск на конкретного человека. И вместе с тем появляются новые версии о том, кто же все-таки сбил Боинга, естественно, российские версии, потому что на Западе все уже более-менее известно, российской версии, уже появилась версия о том, что якобы, да, ракета, но не российского производства. Я скажу так, что лично для меня вот вся эта история, она была понятна еще буквально в первый день после того, как это случилось год назад. И понятно было не только как бывшего ракетчика, то есть человека, ну, будем говорить, знающего определенным образом эту всю систему, а как человека, который, ну, может следить, скажем, за логикой событий. Достаточно просмотреть был вот этот информационный поток, который появился сразу же после того, как все это случилось, и, скажем, ну, понять всю логику событий, происходивших до того. А мы же помним, что, ну, сначала, скажем, там эти получленцы, они там сбили вертолет, потом еще один вертолет, потом транспортный самолет с десантником, заходящий на посадку. То есть это были как бы низкоидущие цели. После этого, естественно, украинские самолеты, они начали летать все выше и выше, и для этого понадобились уже этим ребятам какие-то совершенно другие системы для того, чтобы контролировать свое так называемое воздушное пространство. И вот тут случилась вся эта история. И мы же помним, что буквально там через 20, там 15-20 минут после катастрофы появились на сайтах сепаратистов эти ура сообщения о том, что вот еще сбили один украинский самолет, ура, ура, эти сообщения, кстати, растиражировали, потом тут же растиражировали российские все информационные агентства, включая ТАШ, а потом бак, сразу стопор, стопор, а это не военный, оказывается, самолет, а это пассажирский. Сразу отворот-поворот, так сказать, начался откат, давай соображать, а что мы можем в этой связи сделать. И мы же помним, какие потом появлялись, ну, скажем так, совершенно всякие невероятные версии, появлялись именно с российской стороны, начиная от того, что, ну, это, дескать, украинцы подбили этот самолет, потом совершенно идиотическая версия о том, что, оказывается, это не просто самолет подбили украинцы, хотели подбить самолет с президентом России Путиным, который вот таким образом, как бы, возвращался к себе на родину из Европы. Ну, много было всяких версий, в конце концов, когда поняли, каждый раз понимая бессмысленную, новую, выдвинутую версию, вот сошлись, как бы, на время сошлись на версии, что был самолет, что это был украинский самолет СУ, потом сказали, что даже два самолета были, потому что, ну, все-таки сообразили, что один самолет, ну, по своей ракетной мощи не может сбить такой лайнер, что якобы второй самолет добивал его потом, хотя даже, ну, каждый же может посмотреть технико-технические данные этих, якобы, самолетов, которые были задействованы, якобы, в сбитии этого бойна, и убедиться, что, ну, это совершенно тоже фантастическая версия. И более всего, я потом убедился в том, что все это бред, когда вот услышал интервью, интервью Захарченко о том, что он там через два месяца после случившегося вдруг вспомнил, что он, оказывается, видел, как все это происходило. Он лично видел, как это происходило. Я смотрел эту видеозапись, он говорил о том, что я, дескать, ехал в машине, ехал в машине, и вдруг там вот увидел два самолета, и потом, ну, вот пассажирский самолет начал падать. Я видел, как оно происходило. Было два самолета, и был Боинг. Потом два самолета улетело, а Боинг упал. Вот и все. Хотя бы вот представьте себе, как можно увидеть, едя в машине, самолет, который пролетает у тебя над головой на высоте 10 тысяч метров, да, 10 километров. То есть ты или должен знать, что он там летит, или, по крайней мере, потом должен ехать всю дорогу с высунутой головой в окно, и что-то там высматривать, а вдруг я увижу самолет. Мы же помним, как в детстве мы играли, и когда слышишь звук самолета, там, высоко летящего, поднимаешь голову в небо, а самолета нет. Оказывается, он уже совсем в другой стороне, потому что, ну, мы же понимаем, законы физики. Законы физики, то есть звук, пока доходит до земли, и самолет уже успевает пролететь определенное расстояние. А тут он высунул голову из окна и сразу увидел самолет, и видел, как падает. Поэтому вот то, что он начал потом рассказывать, меня тем более укрепило в версии, что это сделали именно они, потому что так, ну, просто безостенчиво врать нельзя. Нельзя, нельзя так просто безостенчиво врать, если ты не чувствуешь какой-либо вины за собой, когда тебе уже, ну, по сути, терять нечего. Да и вообще, если, ну, вот, есть там в Ютубе даже эти кадры, снятые местными жителями, когда видно, что падает там некий самолет, взрывается столб дыма, и там видно, что такое было небо в тот день. То есть это было, ну, собственно, довольно облачное небо. Самолет, ну, просто нельзя было увидеть сквозь эти облака. Поэтому я говорю, что даже не надо быть специалистом, вот достаточно проследить логику этих всех событий, сопоставить с новостейной лентой, немножко вот проанализировать, и всем все становится понятно. Ну, кроме разве того, что вот кто действительно там сидел за пультом этого бука.